Итак, проговаривая вслух, быстрее доходит до самой. Так нам сегодня надо будет работать с человеком, и надо придумать, как что обойти. Давай начнем со структуры психики. Из того, что я видела у шаманов, и то, что мы развернули в процессе работы с полутрупами, у нас есть, у каждого человека есть, грубо говоря, тело. Вот оно. Тело. У каждого тела есть эго. Есть ум. Это отдельные тонкоматериальные объекты. Есть высшее я. Высшее я, наверное, неправильно его здесь нарисовала. Если у нас здесь есть душа, она на другом уровне матричной структуры. И ее представитель в нашем уровне матричной структуры есть высшее я. То есть здесь коннект идет, и к нам идет коннект. И здесь энергоинформационное поле, наша полевая оболочка, это наш дух. Или энергоинформационное поле. По сути дела, тело – это есть пятый элемент, с которым мы работаем. Когда человек, например, находится в коме, у нас что получается? У нас получается, с душой, высшим я, мы можем общаться. Оно есть. Эго и ум блокированы, они отключены, потому что у человека должна быть некая искра сознания. Назовем это сознание. Оно не выделяется как тонкоматериальный объект, когда мы рассматриваем структуру психики человека. Но для того, чтобы включилось эго и ум, надо, чтобы искра эта прошла так. В противном случае и в тело. В противном случае, вот эти клавиши у человека не активизированы. То есть его личностные параметры не задействованы. И это значит, если человек находится без сознания, или у человека блокирована речь, для того, чтобы работать с его вторичными выгодами, у нас есть только ресурсы души, высшего я, которые прямого влияния на тело, без вот этой вот искры сознания, не оказывают. Но они оказывают влияние через ресурс. А ресурс у нас, скрыт ресурс, относится к энергоинформационному полю. И через ресурс они оказывают влияние на внешнюю реальность, на картину мира. Что это нам дает? В основе любой болезни у нас лежит... Психосоматика как развивается? Вот падает кирпич. Возникает травма. Травма формирует некую закрытую область, да? И в этой области скапливается энергия. Ресурс. Здесь было принято какое-то решение, которое в дальнейшем и является ядром травмы, да? То есть для того, чтобы попасть к ресурсу, нам надо войти либо через травму, либо через решение и сделать прокол, выпустить этот ресурс. То есть он получается как вот в этом вот в пузыре. И этот ресурс в психике таких вот блоков, их очень много. Когда мы выпускаем этот ресурс, этот ресурс, он провоцирует в психике, это, грубо говоря, это такие веб-мани на снятие фильма, картины мира. То есть у нас есть ресурс для снятия картины мира. Если этого ресурса нет, то картина мира снимается, исходя и там с другого ресурса, там тоже есть ресурс. И вот эти вот снятия уже стандартных ситуаций из вот этих ресурсов, это есть карма наша, грубо говоря. И вот у нас под тем, что человек оказался, например, болен, прикован к постели и лежит без сознания там в коме, например, у него травма будет в любом случае. Но травма случилась, ведь она случалась для чего-то. Она тоже случалась, потому что какой-то ресурс нарисовал эту картину мира. Это значит была вторичная выгода. С какой-то целью снималась. Это картина мира. Это ситуация в проявленной реальности. Значит, для того, чтобы изменить сейчас картину мира, в которой тело лежит, и нарисовать картину мира, в которой тело ходит, вот этот вот ресурс, который снимает картину мира, где тело лежит, надо, грубо говоря, сделать дырку и выпустить, чтобы он сдулся. Каким образом его можно выпустить? Каким образом его можно выпустить? Подай, пожалуйста, тряпочку. Как можно выпустить ресурс? Ресурс можно выпустить в прямой вариант. Это когда мы берем человека, грубо говоря. Вот мы берем, есть у нас человек, есть вот этот вот, дай телефон быстренько, быстренько, быстренько. Есть человек, есть вот эта картина. Алло. Алло, привет. Да. Я минут через 15. Да, да, давай. Я еду. Есть человек, есть вот этот ресурс. Есть человек, есть вот этот его ресурс. Есть вот эта вторичная выгода и травмирующая ситуация. То есть вот это ядро, назовем здесь ядро травмы, через которое мы можем войти в ресурс стандартным образом. Для этого мы берем человека, раскручиваем его вторичную выгоду, раскручиваем вторичную выгоду окружения и приводим к механизму осознавания. И у нас вот эта божественная искра сознания здесь так проскакивает. И все. И этот ресурс ушел. Да? Пробой сделан. Мы его выпускаем, энергия идет, человек чувствует облегчение. Ему хорошо и прекрасно. Но это когда у него работает сознание. А когда у него сознание не работает, что мы можем сделать? Мы можем обратиться к Высшему Я с просьбой. Но у Высшего Я сюда прямого влияния нет. Хотя на картину мира вторично Высшее Я влиять может. Хорошо. Самый прямой путь – это взять окружение. Вот это окружение. Грубо говоря, возле лежачего будут там мамки, няньки. И отработать их. Их вторичную выгоду. Дело в том, что их вторичная выгода и вот эта вторичная выгода между собой связаны. И если мы здесь выпускаем ресурс, да, то оно и отсюда уходит тоже ресурс. Пускай не совсем, но во всяком случае на съемку фильма уже здесь становится значительно меньше. И картина мира уже будет другая. И уже будет картина, что там сознание начало возвращаться. Пошевелил рукой, ногой. Но это при том случае, что у этих вот товарищей из окружения будет отработана вторичная выгода. Но беда в том, что товарищи из окружения, они могут иметь, имеют сознание, в котором есть драйвера на саморазвитие. То есть они понимают, если им сказать, отработай, пожалуйста, свою вторичную выгоду от спасения человечества. И этот человек очень быстро поймет, что надо пойти к психологу, еще к кому-то и отработать эту вторичную выгоду, убрать и спустить этот ресурс. И после того, как он спустил, становится очевидным, что здесь стало значительно меньше травматизма. Потому что прямой путь это только через сознание, через прямую работу. Ну а если это программа БОД, у которой нет драйвера на саморазвитие, и у него есть только драйвер на саморазвитие через боль. Такой болит наш. И вот если у нас здесь товарищ, который болит, который развивается только через боль. То мы ничего сделать не можем. И тогда имеет смысл этого товарища как-то разделить. Разделить, потому что влиять на его картину мира, вот это вот Высшее Я точно не сможет. Выпустить его ресурс точно не сможет. А любая попытка вот этот вот ресурс спустить вот здесь, будет заканчиваться тем, что вот эта вот херня будет его накачивать. И таким образом мы ничего изменить не сможем. А когда мы сможем изменить реально? Когда мы сможем изменить? Когда мы вот здесь поставим жесткий разрыв, это значит, мы расторгаем контракт. Контракт на бессознательном уровне. То есть рвем причинно-следственную связь, которая связывает вот эти вот ситуации. Если мы ее рвем, то вот здесь остается незавершенная энергия, невыпущенный ресурс. И у этого человека сформируется другой труб, за которым он будет ухаживать. То есть, ну, другая ситуация, в которой ему придется опять-таки проявлять свое спасение человечества. Но мы сейчас об этом, товарищи, не думаем, да? Потому что нам вообще все равно, что у него в жизни сформируется. Нам надо поднять этого, например. И тогда вот этот вот разрыв контрактный, мы можем предложить, это входит в компетенцию высшего я. И оно может от души пойти на вот это расторжение контракта при условии, что мы ему сюда в полноценный предложим свой контракт. А какой мы можем предложить свой на контракт, на полноценную замену? Например, успешный эксперимент, да? Ну, для нас. Ну, вообще, какая разница, любой эксперимент успешный. То, что мы экспериментируем с этими вещами, это уже круто. Значит, мы можем предложить контракт, например, со мной. Мое высшее я заключаю с его высшим я контракт на то, что он, например, возвращается на таких-то условиях в тело и начинает, закрывает вот этот вот, выпускает этот ресурс. Но как узнать суть ресурса? Суть. Туда надо проникнуть. Если, если его высшее я нам раскрывает суть, то мы можем под эту суть предложить ему свои условия. Прямо в моменте здесь и сейчас. Потому что сейчас я не могу эту суть даже предположить. Потому что я не знаю, где и как она будет сформирована. Вот в чем загвоздка. То есть высшее я нам должно раскрыть основы ядра. Основы вот этой вот части внутренней. Вот здесь нам надо узнать суть. Вот эту суть мы задаем вопрос высшему я. Если оно нам раскрывает суть, зачем легло это тело, то мы это зачем можем взять на себя, разорвав вот этот вот контракт. Тут их несколько будет там с мамой, с женой, еще с кем-то. Вот мы их все расторгаем. У тех формируется своя реальность с другим трупом. А у нас получается, а у нас получается картина, по которой мы сможем заключить контракт на выздоровление. Если его высшее я с душой будут не против. И сформулируют какие-то свои условия. Ну вот это, наверное, единственный вариант, который я вижу в данном случае, когда не работает сознание влезть в ядро вот этого ресурса, спустить эти говномани на то, чтобы они не рисовали вот эту лежачую картину мира. И когда мы здесь выпускаем ресурс, картина мира, соответственно, мы его выпустим на физическое восстановление тела, это же энергия, ее там дофига. И тело начнет восстанавливаться, и достаточно эффективно. Если тело пойдет на восстановление, у тела появится другая картина мира, уже не лежачая, уже ему не надо, чтобы жена и мама вытирали попу, уже надо, чтобы другие персоны появились там. И получается, мы вообще вывернем картину мира по-другому у человека, и у него появится шанс выйти из комы. В другого варианта, чтобы мозг начал остановиться, в другого варианта я, например, не вижу. Потому что зайти вот с этих персон на сегодняшний день нереально. Хотя такой вариант в принципе, в принципе, теоретически возможен. Но для этого надо, чтобы у человека соображала голова. Блин, как тяжело у людей с головами. Но это то, что я вижу сейчас. А если мы пойдем сюда, через Высшее Я, и выйдем еще на более тонкий уровень, у нас же до сих пор остается вопрос, а что такое сознание? Уже такое, это искра. Ее называют Божественной искрой. Блин, а на самом деле, что это такое? Как тонкий материальный объект, она не рассматривается. Если ее считать Богом, то все есть Бог. А что конкретно вот эта искра, это как искра при зажигании автомобиля. Ключ в замке зажигания. Раз, один раз повернулся, да, автомобиль работает. Но если ключа нет, автомобиль не заведешь. Вот это ключ. И что сознание это такое? И как мы его можем привлекать? Например, вернуть сюда. Энергетические все структуры мы на место запихнули. Но это не дает выхлопа. Физические рефлексы работают там. Руку, как обещал, Высшее Я рукой поуправляла. Но оно не управляет мозгами. Вообще никак не управляет мозгами. Блин, и в этом, в этом вся загвоздка. Мы очень многое не знаем. Господа, мы вообще ничего не знаем. Вот все, что мы делаем, это просто трэш. Я понимаю, что мы прикоснулись к темам, в которых мы вообще не разбираемся. В которые мы просто валим на пролом. И чем дальше, тем больше вопросов. А сейчас вопросов просто невероятное количество.